Пусть поют все народы Ибо милость Его к нам велика Пусть поют все народы Пусть поют все времена Ибо милость Его к нам велика Хвалите Господа все народы Прославляйте Его всем племенам Хвалите Господа все народы Прославляйте Его всем племенам Хвалите Господа все народы Прославляйте Его всем племенам Хвалите Господа все народы Продолжение следует... 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 Веселят Божий Град 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 Оставляю печаль мою, боль мою оставляю, Я в небо беру в радость Боге моем. 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 Собою запечатлил меня Я твой Ты собой запечатлил меня Я твой Я твой, я сам Я твой, ты собой запечатлил меня Я навеки твой Я навеки твой Я навеки твой Я навеки Твой. 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 То есть поведание. Которое изменяет атмосферу врагу. Это то исповедание, которое все меняет, все меняет. Это принадлежность царству. Это печать его любви. Печать его благодать. Навеки. Принадлежность царству. Это все меняет. Это открывает голоса. Это открывает душу. Я навеки Твой. 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 Я принадлежу тебе. Веки Твой. Я навеки 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 Твой. Ты навеки мой, Ты навеки мой, Иисус. А я навеки Твой, Я навеки Твой, Иисус. Ты навеки мой, Иисус, я навеки Твой, Я навеки Твой. Ты навеки мой, Иисус. Богатство мира, Выбираю Тебя, Ты даятель жизни и сила. Сила у Тебя, Сила у Тебя. Сила у Тебя, Сила у Тебя. Из всех богатств мира, Выбираю Тебя, Ты даятель жизни и сила. Сила у Тебя, Сила у Тебя. Кто может с этим поспорить? Сила у Бога, Кто может 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 поспорить? Никогда не умрешь, ты никогда не умрешь. Есть сила у Бога, есть сила у Бога. Ты никогда не умрешь, есть сила у Бога, им ты живешь. Я падаю в объятья твои, есть кто-то сильный, кто поймает меня. Я твоя площадка, ты сильный Бог, ты самолет большой. Садись на меня, великий Бог, садись, присядь. Посидим с тобой, поговорим от сердца к сердцу. Папа, я люблю тебя, ты такой сильный, ты такой могучий. Так сильное дерево, крепкий дух, и много, 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 много птиц могут сокрыться. Прилетаю, прилетаю на гору твою, на гору Господню. Слетайтесь все птицы, слетайтесь все птицы, слетайтесь все птицы. Бегите все звери, он правит миром, он князь, он князь. Иисус, князь, Иисус, князь, Иисус, князь. Мощный Бог, сильный царь, Вселенной и государь, Правишь ты во всем. Мощный Бог, сильный царь, Вселенной и государь, Правишь ты во всем. Успокаиваешь свое дитя на руках своих. Качаешь эту землю на руках своих. На руках своих качаешь эту землю. Успокаиваешь свое дитя на руках своих. Успокаиваешь свое дитя на руках своих. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Любовь. 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 Я возьму с собой любовь, 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 свою любовь. Это все, что останется после меня, это все, что возьму я с собой. Это все, что останется после меня, это все, что возьму я с собой. Это все, что останется после меня, это все, что возьму я с собой. Субтитры создавал DimaTorzok Я наг, я совершенно наг, А ты одет в славу, тебе не жалко, что там, поделись одеждами любви. Тебе не жалко, нет, и твои руки одевают в славу меня. И мне не нужны другие одежды, мне не нужны другие погоны. Ведь ты все, что есть на самом деле у меня, у меня. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Это все, что возьму я с собой. Любовь твоя с собой. Это любовь. Это любовь. Это любовь. Я полечу. 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 настроились и сразу такие течение в поток поклонения вот а у нас сегодня новые гости вот и мы не знаем откуда никто они мы догадываемся что они все любят иисуса да мы догадываемся что скорее всего они наверное любят иисуса и наверное они любят течение духа святого но мы не знаем вот и просто да мы приветствуем вас вот на служение ялтинской молитвенной базы вот и хотим в общем сказать что здесь и происходит кто здесь проводит это служение чтобы вы знали куда вы попали то вдруг шли мимо открыт зашли в двери вот думаю что здесь происходит вау течение духа святого классно я люблю дух святой я люблю течение это прекрасно вот еще хочу рассказать сон который меня был сегодня прямо вот этой ночью самый свежий самый прекрасный и про дух святой протечение как раз я думала я сидела записывала его а потом мы посоветовались с лидерами этого служения нашего ялтинской молитвенной базы вот между нами лидерами сотрудниками вот и решили что это будет своевременно вот кто знает из вас о служении в торонто прими огонь знаете да может даже кто-то был на конференциях прими огонь были да вот и значит лидеры этого служения это джон и кэрол арнот они были пастрами церкви в торонто торонто аэропорт и и они жаждали бога излияния духа святого и уже дух святой начал изливаться и рэнди кларк он попал на служение родни ховард брауна и дух святой излился и джон пригласил рэнди свою церковь для того чтобы и может быть господь и зальется и у них рэнди приехал в общем и началось пробуждение излияние и это было уже сколько лет тому назад очень много лет тому назад вода и значит моем сне моем сне я лично скажу так что я была на многих конференциях прими огонь и нашей церкви в харькове тоже наш пастор билл линч он первым делом он первым делом как только услышал об излиянии духа святого в торонто он быстренько туда поехал вот для того чтобы домой привести это помазание и излияние вот итак моем сне сегодня мне снится кэрол арнот которая жена джона арнота и это происходит ну как будто конференция и она дает призыв и говорит все те кто хочет посвятить свою жизнь господу служению господа на полное время то есть вот конкретно посвящение жизни что ты не для себя живешь ты всей своей жизнью служишь ему и ты хочешь получить помазание от господа для этого служения она призывает людей выйти и я вижу выходят люди которые первый раз жизни посвящает себя господу и в основном это люди такие знаете как восточной национальности но не только но в основном знаете там узбеки таджики вот как обычно на конференциях премиагоне если кто-то оттуда один доехал его обязательно пригласят за него помолятся высвободят помазание и вот значит моем сне выходит очень много таких людей и они такие счастливые они такие знаете как дети чистые и они очень почитают это помазание они очень знаете как в простоте но очень ответственно к нему относятся и они готовы отдать свою жизнь богу и кэрол собирается за них молиться и во сне я вижу как я и еще несколько моих друзей таких знаете закадычных бывалых людей в помазание ну извините и мы знаете вот просто где-то рядом открыл такую свою альтернативную тусовочку устраиваем и знаете вот этот дух святой на нас и нам кайфово нам так хорошо и мы там что-то кружимся и это дух святой то есть мы не в другом духе ну это делаем просто знаете как вот пользуясь случаем что там вот на этой конференции происходит течение духа святого мы себе там просто наслаждаемся но я знаю в своем сердце что я не хочу посвящать свою жизнь богу я не хочу знаете как чтобы он реально владычество в моей жизни хотя я тоже сколько раз ему посвящала свою жизнь не знаю что в этом моменте в моем сне мое сердце но не в том состоянии и кэрол обращается к нам и говорит ребята ну не сейчас ну то что вы сейчас делаете это не нужно сейчас здесь делать потому что сейчас вот происходит вот этот момент что есть помазание на служение и мы такие ну как бы нам некомфортно типа но мы послушались потому что мы понимаем что да действительно ну как она главное если это то что бог делает и все-таки несмотря на наши моменты сердце мы все равно почитаем бога и мы соглашаемся в послушании ну с лидером и с тем что бог делает сейчас на этом служении и мы перестаем ну как вот это баловаться вот ну в общем мы отошли потом я вижу дальше кэрол призывает следующий как следующий ряд людей которые второй раз хотят посвятить свою жизнь богу то есть они когда-то уже посвящали свою жизнь богу они служили они были служителями они верно из искренне служили на какой-то момент ну и что-то выбило или боль или война духовная ну чтобы это ни было ну то есть вот они посвятили свою жизнь на сейчас уже они как бы ну не совсем уже хотят служить вот и она дает этот следующий призыв ну и выходят следующий ряд людей и действительно они становятся ну как найти под это помазание принимают божью благодать и свое сердце обращают к богу вот опять на сто процентов чтобы не своими путями ходить реально служить богу и а я все еще стою прислонившись спиной к столбу да и смотрю на это и я хочу чтобы бог что-то моем сердце сделал но я понимаю что я еще не готова снова отдать свое сердце на сто процентов и снова пойти в служение и я не выхожу на эту молитву когда второй раз призывают и потом ну по крайней мере я уже не мешаю течению духа святого и тому что ну бог делает зале и потом третий призыв и кэрол снова говорит хорошо ну и сейчас для тех кто третий раз хочет свою жизнь отдать богу на пол на полное служение вот ну и я реально понимаю еще называют служение в котором я раньше была на полное время и и я понимаю что вот мое сердце ну оно пришло в то состояние когда она готова выровняться когда она готова полностью отдать себя ну и выйти на эту молитву нужно чтобы получить ну вот это вот помазание на на полное служение вот и я уже когда третий раз было я вышла и такая думаю слава богу ну что на третий раз господь тоже позвал что ну даже если да это не первый раз но и вот вот такой у меня был сон и я верю что это было прежде всего конечно сон для меня для моего сердца но сегодня когда я была здесь зале у меня такое чувство что это не только для меня сон и что связи с тем что у нас сейчас открылся новый сезон служения и мы реально все подравнялись покаялись выровнялись и знаете как укрепились как служение и дух святой он снова найти начал изливаться очень глубоко и наш колодец он очистился и я думаю что дух святой это тоже сон дает нам найти как чтобы обратить наше внимание для чего помазание да конечно он любит нас как детей но есть знаете как законное право пользоваться помазанием есть незаконное и но бог любит нас и мы не перестанем быть его детьми но есть что-то что приходит как с посвящением и но это напоминает мне историю про одну мою подругу которая я верю пока ее жизни закончилась у нее шанс посвятить снова себя господу вот она очень любила помазание и мы вместе с ней глубоко ныряли и мы пророчествовали мы переживали глубины божьи но потом какой-то момент ее страсть к какому-то другому предмету она превысила ее страсть к богу вот и она сделала решение в своей жизни которые однозначно не библейские то есть она выбрала гомосексуальный стиль жизни и при этом она сказала что но я поняла господь любит всех он дает свою любовь всем и вот почему из церкви для гомосексуалистов потому что всем хочется быть в божьем помазание господь ждал нам помазание чтобы мы наслаждались им ну мы видим да в чем обращение ну очевидно что да господь любит нас он сына своего отдал но извините мы не можем знаете жить как хотим ну сто процентов игнорировать божию истину и считать что мы легитимно можем просто знаете как у а у пришло по маме и мы еще хотим то делаем и я сейчас никого не меня я прежде всего как бы говорю о своем сердце но вместе с этим я призываю нас к трезвости и к пониманию того что ну как бог он дает нам себя он дает нам излияние духа святого и когда мы возлагаем руки дух святой он сходит но как как апостолы когда они возлагали руки ну дух святой сходил и и мы знаем когда эти сыновья как кого-то там изгоняли беса а ему бесы говорят мы знаем павла а вы кто такие и они их разордрали да или там человек пришел говорит вау тебя изливается дух святой через твои руки но мы тоже хотим сколько заплатить да ну то есть и и просто я думаю что этот сон он говорит о божьей милости о том что он дает нам шанс снова и снова но как работая с нашим сердцем ну сделать это посвящение но снова пойти за ним на сто процентов и оставить все обиды которые были ну дать богу да исцелять все эти раны или даже пойти процессе он исцелит их но но реально в своем сердце быть выровненными и почитать помазание и почитать то что бог делает в конкретном собрании в конкретном служении где ты пришел и ты стал частью знаете как этой благодати но что на этом месте если изливается дух святой джон и джон и кэрол они все эти годы знаете они как дети они каждое излия каждое проявление действия духа святого они лелеют они восхищаются но я была в торонто два раза в своей жизни вот еще пятом году и вот в конце прошлого года и знаете дух святой он действует там и они знаете как оберегают этот колодец оберегают это драгоценное место которое бог избрал из лица и они заботятся о нем и они управляют этим местом они не позволяют знаете беззаконию и вот даже в моем сне то что кэрол она сделала нам замечание аллилуйя слава иисусу что она сделала нам замечание потому что в то время это было посвящение людей на служение а мы просто развлекались ну это не время было для этого вот и пусть господь нас всех благословит и даст нам вот это вот чувствительность и развлечение в течение служения и нашей личной жизни и любовь божия она просто великолепна